В Орленке завершилась 13-я всероссийская смена «Юный математик». Более 100 школьников из 30 регионов России приехали сюда, чтобы получить новые знания и проявить себя. Это ученики с 6 по 11 классы, учащиеся специализированных математических школ, призеры и победители регионального и заключительного этапов Всероссийской Олимпиады школьников по математике. Ключевым событием смены стал «Южный математический турнир», на который приехали еще около 100 ребят со всей России. Подробнее о том, как прошла смена юных математиков, смотрите в нашем сюжете. Вы убедитесь, умеете ли вы думать. Неспеша. Погнали! Времени понапрасну юные математики не тратят. Еще до занятий они разминают умы на турнире математических игр. Для победы нужно решить 8 задач. Пользоваться измерительными приборами запрещено. Рассчитывать можно только на свои силы. На самом деле, наверное, сам запоминающийся часть это была сегодня, потому что решать задачи в уме без листочка и без ручки, на самом деле, это очень сложно и непривычно. Турнир выполняет сразу несколько ролей. Первый из них, конечно же, детям размяться, войти в орлятскую жизнь, войти в жизнь всей нашей смены. Вот я построю одну высоту, и скажите, что я построил в треугольнике АБЦ? Теория чисел, теория графов, комбинаторная геометрия, комбинаторные идеи – это лишь малая часть того, что орляты изучают на занятиях. Уроки проводят известные педагоги, члены жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике, авторы многих олимпиадных задач. Мальчишек и девчонок учат искать нестандартные подходы в решении заданий. Самое главное – это если у них останется ощущение, что любая идея требует первоначального продумывания. И если продумать, будет лучше. Не сделать что-нибудь и потом удивиться, получилось не так. А сначала продумать, а потом уже делать. И вот именно это закладывает математика. И это полезно не только будущим математикам. Найти вдохновение и взглянуть на задачу с другой стороны намного легче на свежем воздухе. Эту методику практикует и Ричард Сальников. Он приехал в детский центр из Швейцарии. Его мама, профессор математики, научила его русскому языку и воспитала любовь к точным наукам. По словам Ричарда, в России школьники проходят более сложный материал по математике, чем в Швейцарии. Для него смена в «Орленке» – это возможность повысить свой уровень. Я тут новому учусь. Я знакомлюсь с новыми ребятами, их культурой. Я познакомился с двумя очень важными учителями. Каждому из вас хочу пожелать, чтобы вы получили большое удовольствие от участия в этом замечательном мероприятии. Главное событие смены – 12-й Южный математический турнир. Сюда дополнительно приехали около 100 ребят из разных регионов страны. На церемонии открытия турнира участникам представляют членов жюри и знакомятся правилами. Мы хотели создать не просто очередной проект математической направленности, но проект, который бы имел свою особую атмосферу. Такую товарищескую, дружественную, творческую атмосферу. И, на мой взгляд, «Орленок» – это то место, которое для решения этой задачи подходит идеально. Может ли такое быть? Если да, то приведите пример. Если нет, то докажите. Турнир проводится в нескольких лигах. В старт-лиге – команда учащихся 7-8 классов. Школьники 9-11 классов входят в юниор-лигу, премьер-лигу и гранд-лигу. Свои знания участники применяют в математических боях. По очереди решают задачи у доски. Оппоненты внимательно выслушивают докладчиков и ищут ошибки и неточности, чтобы доказать неверность решения и предложить свой вариант. В боях мне лично больше всего интересно то, что в них иногда бывает даже больше тактики, нежели простого решения задач. И вот этой вот тактике ведения матбоя очень хотелось бы научиться. На любой олимпиаде задачи решаются индивидуально каждым школьникам, независимо от всех остальных. Здесь же школьники учатся работать в команде, обмениваются друг с другом опытом, узнают, как решают задачи другие люди, какие они для этого используют методы. Мне было приятно судить несколько команд. Это одна из них, которые первый раз участвовали в математических боях. Лучший капитан, комбинатор, геометр, алгебраист – самый яркий и ценный игрок команды. Победителей в этих номинациях отмечают на церемонии закрытия. В индивидуальном зачете вручают дипломы надежды турнира и лучший участник. Большим плюсом турнира является то, что в процессе решения задач ребята узнают много нового, и это, безусловно, стимулирует их далее заниматься математикой. Атмосфера какая-то здесь особенная, в самом Орленке. То есть все остаются друзьями, несмотря на то, что они приезжают соревноваться. Три, два, один, два! Субтитры создавал DimaTorzok